самый выживаемый знак зодиака умение бороться с кризисами в кризис те кто выживают когда не выживает больше никто да дорогие скорпионы и это большое и мощное видео про вас присаживайтесь поудобнее как говорится дождались а я буду рассказывать итак дорогие друзья скорпионы знак водной стихии в обществе принято этот знак считать как самым мерзким противным знак который составляет много много проблем знак который невозможно раскусить понять что кто-то даже говорит что с ними нельзя общаться кто-то говорит что хуже знака и быть не может но это все я вам так скажу предрассудки общества до каждого отдельного человека потому что вы меня спросите почему скорпион они вот вот такие ну по многим разным причинам и это как раз таки сейчас расскажу да и все скорпионы одинаковые они все разные но я могу сказать что если вы умеете со скорпионами дружить это потрясающий знак зодиака лично у меня много друзей скорпионов я не знаю почему так сложилось может потому что я могу разглядеть их внутреннюю силу мощи глубину да для меня на самом деле это потрясающие друзья в которых я черпаю очень много именно душевных потрясающих таких качеств и именно с этими качествами мы классно идем вместе да от меня там черпают скорость развития мощь да вот именно вот быстроту принятия решений друзья у меня вот как раз таки вот этот эмоциональный интеллект у них очень классный подкреплен еще раз говорю все зависит от того какие у вас друзья каким являетесь вы человеком именно точно также вы притягиваете себе себе подобных и тех людей у кого эти качества ну вы друг с другом растете да и вы поднимаетесь именно сверху поэтому сказать что скорпионы плохие друзья я не могу однозначно не могу сказать я наоборот говорю что скорпионы это потрясающие друзья лично в моей жизни и я вам такого же желаю и я вам больше скажу что если вы со скорпионом что-то вместе как говорится мутите да что-то делаете это потрясающий знак зодиака с которым будет от классно именно огненным знаком именно огненным знаком со скорпионом потрясающе земные знаки со скорпионом могут что-то прям строите тип какой-то долгий масштабный проект да с водными знаками скорпионом как раз таки эмоциональная душевная сонастройка воздушные знаки воздушные знаки и скорпионы они немножко по разным сторонам но все же тот самый воздух необходим скорпионом чтобы расширить кругозор своего зрения да и как раз таки скорпионы нужны воздушным знаком для того чтобы больше вот зайти вглубь своих эмоций потому что все мы знаем что воздушные знаки они вот вот такие вот кто-то где-то крутится постоянно шевеляться не могут остановиться заглянуть внутрь заглянуть себя и как раз таки вот такая дружба нужна для того чтобы и тому и тому было хорошо поэтому дорогие друзья нет однозначно классных и не классных скорпионов в дружбе нет все зависит от того насколько вы умеете раскрываться и раскрывать своих друзей а теперь вот прямо сейчас влазим как говорится в шкуру скорпиона и понимаем почему он такой водная стихия знак очень эмоциональный то есть эмоциональный интеллект умение бороться с кризисами и со стрессами переживать их да это способен сделать не каждый знак зодиака я бы сказала из всех знаков зодиака скорпион это только может сделать выжить так где никто другой не может выжить это я ну считаю супер силой скорпиона да то есть супер сила скорпиона это выживаемость выживаемость в любых условиях выживаемость в любых ситуациях когда никто другой не может выжить именно скорпионы выживают почему потому что их эмоциональный интеллект настолько высок если же конечно они живут по солнышку до в конце видео обязательно расскажу рекомендации для того чтобы свое скорпионе солнце прям прокачивать чтобы подниматься как знак зодиака для того чтобы классно вживаться в свою роль потому что вы родились и выбрали именно в это время мои дорогие скорпионы родиться и выжить поэтому дорогие мои не серчайте в конце видео обязательно рекомендация сейчас продолжаем то есть скорпион выживает там где другие знаки зодиака не может почему за счет своего эмоционального интеллекта то есть скорпион может принять всю ту правду неправду всю ту жесть которая происходит в мире то есть он способен это прожить обработать и еще и другим людям выдать под красивым соусом то есть скорпион тут на который может развиваться в кризис на ус мотайте да конечно в разделе о работе и о карьере я еще про это расскажу но скорпион это тот знак который выживает когда другой вот выжатое поле самые разрушенные отношения все очень плохо да для казалось бы других обычных земных знаков зодиака пусть бы ушла из-под ног да то есть там огненные знаки вот уже побушевали и все скорпион поднялся и начал развиваться и нет ничего вот такого сложного он сказал еще такого ну и ладно каждый раз что-то происходит каждый раз там люди умирают да что-то вот вот такое случается скорпион поднялся и выжил почему природы так устроено наделено что он выживает там где другие не могут обстоятельствами прокладывать дорогу создавать платформу чтобы другие люди могли на этом базисе развиваться да то есть это тот знак который заточен жить в условиях постоянных кризисах в условиях разрушений да именно физических разрушений когда реально мир рушится это такой знак зодиака то есть суперсила выживаемость и если вы скорпион который боится перемен и сложности значит вы абсолютно не прокачанный скорпион и есть чему стремиться есть куда идти расти развиваться и ну здесь нет ничего плохого главное что вы осознали и поняли да всем скорпионом для того чтобы выжить необходимо научиться выживать и выживать постоянно то то есть те люди которые рождены в восьмидесятых девяностых этот мир постоянно менялся рушились старые устои обретались новые и здесь конечно же ни в коем случае не надо за это переживать разрушилась и построится при этом вытекает самый главный страх скорпиона самый главный страх скорпиона это тот знак зодиака который не может жить в расслабленной и приятной обстановке то есть сколько я знаю скорпионов они больше всего переживают а если я вот вот это вот все сделал как я буду жить то я буду жить нормальной кайфовой такой жизнью расслабленной хорошо там дети семья жена у меня такой бы это же как то скучно то есть для скорпиона самый главный страх когда нечего разгребать когда все хорошо когда нормальная жизнь когда нет переживаний да вот на тему глобального нет разрушений то есть обычной классической стандартной жизни в которой обожает жить рак который обожает жить телец дева до скорпион просто не может жить ему скучно ему сложно жить нормальной жизни потому что скорпиону основная проблема скорпионов это не умение расслабляться это не умение расслабляться в условиях когда все хорошо постоянно ищет подвох поэтому у скорпионов и есть вот такая история что они докапываются до других ищут постоянно какие-то причины и проблемы которые необходимо сделать починить настроить что-то где-то создать если что-то где-то вот не разрушилась он начинает разрушать сам то есть на фоне вот этих страхов и переживаний у скорпиона вырастает такой мощный базис так надо сделать чтобы стало резко все плохо чтобы стало как-то интересно жить потому что если ничего не разрушается если мир перешел такому классическому до существованию просто вот так все тихо скобин так надо что-то себе придумать такое экстремальное что вот резко завестись и начать жить классно для скорпиона вот прям внутренняя проблема расслабиться и жить тихо и спокойной жизнью поэтому многие его проблемы и кризисы в жизни от того что он любит сам эти кризисы придумывать точно так же как овен да не может жить спокойно жизни никуда не бежать ничего не предпринимая да скорпион точно также но ему необходимо прям глобальный такой толчок глобальное разрушение тогда все скорпионы начинают прям вау классно мое время пришло поэтому да в условиях такой внутренней заточки основной спорт для скорпиона это спорт который нацелен на выживание то есть если вы скорпионы который не может расслабиться до расслабление потому что скорпионов происходит в условиях вот такой мощные движухи когда все вокруг движется когда что-то там мощное глобальное сложное происходит скорпион такого классно все я в своей стихии ребята работаем что-то придумываем крутимся вертимся да поэтому естественно если вы замужем за скорпионом если вы женаты на женщине скорпиона понимаете что с ней или с ним жизнь это жизнь ну вот я бы так сказала человек постоянно выживает ему не интересно жить обычной такой жизнью в обычной такой жизни он немножко затухает то есть кровь не так бурлит эмоции уже не те если вы хотите раскачать скорпиона ну вот такая вот энергия да это естественно отправить его на активные мощные виды спорта а здесь виды спорта какие те которые связаны с выживанием да это естественно все водные виды спорта катание на серфингах это дайвинг это погружение это те самые мощные когда необходимо вот прям в воде в волне это серфинг да где нужно затратить очень много сил не просто физических да но еще и внутренних духовных эмоциональных когда ты вот на эту доску серфинга встаешь да и ты понимаешь что у тебя волна вот час накроет и выживешь или нет это тот самый опасный адреналин до который связан еще и с водой стоять на доске на водное это как дело чести для скорпиона да то есть все вот такие мощные водные виды спорта они его на самом деле расслабляют они заставляют его солнышко светится еще ярче знак зодиака начинает так мощно работать и человеку прям по жизни хорошо в этот момент происходит таки внутреннее осознание куда идти чего достигнуть как заработать денег как укрепить отношения как укрепить свои внутренние позиции до по захвату рынка и тому подобное потому что это на самом деле истинная стихия скорпиона скорпиону на самом деле сложно потому что он понимает что в любой момент он не может расслабляться он понимает что в любой момент все может разрушиться и история показывает скорпионы что это происходит очень часто и быстро как раз таки когда все спокойно поэтому он интуитивно чувствует подвох потрясающая интуиция у скорпионов слушайте и предчувствуйте все что вы ожидаете да поэтому дорогие скорпионы для того чтобы у вас в жизни все было хорошо живите по своему знаку зодиаков а здесь именно вкладывайтесь вкладывайтесь своей силой своими эмоциями и инвестируйте их свою работу да мы плавно перешли к сфере работы скорпионов и здесь конечно же есть что сказать карьера деньги финансы и вообще в принципе скорпион это тот знак который если не заработал за свою жизнь приличного состояния он себя съест здесь конечно все те люди у кого солнышко находится в восьмом доме зодиака да у кого в восьмом доме натальной карты солнышко расположено также марс и вообще если у вас там очень много планет то задача всей жизни сколотить состояние заработать прилично денег инвестироваться во что-то спасти кого-то помочь кому-то помогает скорпион естественно либо финансами либо своей эмоциональной помощью поддержкой но обязательно необходимо вложиться естественно даже в финансы скорпион вкладывается эмоционально то есть тот знак который не может не может не вложиться эмоционально потому что эмоций хоть отбавляй и да дорогие девочки вы мне скажете я скорпион ну я люблю чтобы у меня зарабатывал муж тогда мне очень интересно как долго продлится ваш брак знакомство отношения и тому подобное потому что такая тактика для девушек скорпионов так себе подходят это скорее всего вы своего мужа запилите эти отношения разрушатся почему потому что очень много мощи внутри силы даже женской что если эту силу не применять не конвертировать финансы в дело жизни то разрушаются отношения да потому что скорпионы это партнерский знак и здесь для скорпиона очень важно чтобы была пара потому что скорпионы даже если в браке два скорпиона то они растут друг от друга это конечно же союз вал это очень мощный союз но здесь очень важно чтобы развивался каждый скорпион для того чтобы эти отношения росли вверх тогда у вас просто будет феноменальная геометрическая прогрессия ваших финансах ваших эмоциональных событий в семье да то есть вы будете развиваться и прокачиваться как просто не может ни один знак зодиака очень быстро расти поэтому дорогие мои девочки которые скорпионы и в браке развивайтесь не разрушайте не разрушайте свои отношения любите их цените их но у вас столько мощи что вы можете горы свернуть и добиться своего достичь своего того чего необходимо уже говорила что задача всей жизни заработать деньги заработать деньги самим это относится как к октябрьским скорпионам так и к ноябрьским скорпионам ноябрьским скорпионам конечно же задача жизни скорее не сколько даже в деньгах сколько в помощи другим людям иметь профессию которая помогает да на базе этой профессии менять мир трансформировать мышление людей трансформировать реальность да но обязательно обязательно через эти профессии будут приходить деньги октябрьские же скорпионы да ваша задача именно как раз таки финансовой мощи именно как раз таки быть бизнесменами бизнесвумен для того чтобы идти вверх именно это осознание будет давать вам такой классный стимул к развитию и на базе этого будет меняться и ваша эмоциональная сфера тоже и так сферы деятельности в котором скорпионом будет классно где они будут чувствовать себя как ну скорпион в воде до в своей стихи это конечно же все спасательные сферы все спасательные профессии то есть в прямом смысле спасатели lifeguard обязательно спасатели водные морские в горах неважно то есть это все спасатели которые люди задействованы в чрезвычайных ситуациях здесь скорпионом конечно классно они помогают они вытаскивают людей как говорится да из лап смерти и здесь как раз таки хорошо психология которая помогает как раз таки людям выбраться из сложных ситуаций эмоционально да потому что как известно спасательная профессия физическом плане да то есть быть спасателем физической плане то есть пройдена внутренняя глобальная работа со страхами да то есть у человека здесь приоритете человеческой жизни что необходимо спасать поэтому психология это как раз таки для тех людей кто сбился с пути кто перестал осознавать да и ушел именно вот в эмоциональные свои переживания в эмоциональные страхи поэтому психологию ни в коем случае мы не удаляем это то самое звено которое сейчас на благо развивается но не перебарщиваем с психологии как с историей я бесконечно хожу психологу у меня сессия с психологом я уже два года работаю с психологом но при этом своей жизни ничего не сделано ребят психология это прекрасно но без действий без движения в физическом мире до психологии естественно становится как-то пилюля витамина на которую люди просто подсаживаться для того чтобы ничего не делать поэтому понимаете всю суть психологии и и именно важную в составляющую который необходимо для развития еще скорпионам очень важно инвестировать инвестировать эмоционально инвестировать физически инвестировать финансово то есть все инвестиционные фонды биржи и тому подобное это как раз таки про скорпионов здесь такая мощная мощная энергия когда все непонятно все меняется каждый день когда они ловят как раз таки вот этот кайф от изменчивости мир разрушается мир строится получилось словить ту самую выгоду инвестиция да естественно в инвестиции в большие деньги идут только те люди у которого есть мощный пласт то есть если вы послушали это видео и решили что вау а почему бы мне не пойти в инвестиции ничего про это не знали ли почитаю-ка я пару статей я не знаю где-нибудь в интернете ребята провальная тактика так мир не работает я говорю это про тех людей кто уже это много лет переваривает кто в этом варится кто с этим работает кто понимает что его ждет если он что-то потеряет не для тех кто готов вложить все и может потерять за один момент очень много есть таких прецедентов почитайте их на просторах интернета поэтому понимаете какое решение какое решение вы делаете да потому что скорпион тот знак который начинается с нуля только сильные скорпионы начинают с нуля много раз много раз начинают это вот как те бизнесмены которых постоянно бьют по щекам но они обнуляются начинают новое 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 дело и это те знаки которые не сдаются но для этого сам скорпион всю свою жизнь растет если же вы скорпион в которой много воздушного тогда здесь прекрасно подойдет работа со знаниями работа с наукой работа где нужно как раз таки залазить в самые сложные потаенные места тайны научные да здесь как раз таки мозг будет располагать к тому и коммуникация здесь же классная журналистика здесь очень прекрасны ораторы именно те ораторы которые выводят я бы так сказала на чистую воду у кого получается добраться до сути да по факту это журналисты да по факту это нобелевские знания в том числе то есть люди которые могут да которые могут всей жизни то есть залазить в знания их спасать их перерабатывать то есть совершать вот эту внутреннюю глубинную работу которую например не сможет сделать тот же самый огненный знак да то есть даже если солнышко в скорпионе но находится в огненном доме в какой-нибудь да то здесь конечно же будет такая мощная буря эмоции энергии здесь как раз таки построена на построении бизнесом на построение как раз таки той верхушки которые многие видят то есть это пиар это такое внешнее развитие то есть многие будут видеть фасад но за счет внутренней эмоциональной работы да если же конечно же вас много земного и вы скорпион по солнцу то здесь конечно же прекрасно и оптимально будет получаться у вас работа связанная в строительством это сложный мощный долгосрочные проекты куда вы можете инвестировать очень много очень долго и финансовых возможностей да и сил своих физических именно интеллекта и эмоции и эмоции да для того чтобы как раз что-то построить это как раз все земельные участки это как раз таки фирмы это как раз таки холдинги это мощные корпорации крупные такие истории очень высокого плана и высокого полета да поэтому дорогие мои дорогие мои скорпионы не надо думать ограниченно что вот если я скорпион по солнцу то вот прям все нет здесь нужно смотреть всю каждую натальную карту комплексно и понимать где человеку будет хорошо и принципе просто и понятно развиваться да поэтому собственно астрологи и существуют и если же говорить про профессии то одна из моих больших глобальных тем про которые я люблю говорить у скорпионов это как раз таки творческая сфера скорпионы водный эмоциональный знак который прекрасно может развиваться в творчестве и это развитие проходит не так как у огненных знаках развития например в творчестве через радость через эмоции через счастье да у скорпионов как раз таки они развиваются в творчестве через боль через страдания, через переживания, то есть скорпион это тот знак, который на фоне своих переживаний может создать себе нехилую репутацию хорошего психолога, например, то есть он свою жизнь разгреб, да, свои все проблемы и на фоне этого выстраивает там себя в профессии. Это те люди, которые, например, занимаются фотографией и занимаются фотографией, например, грустных, печальных пейзажей, грустные портреты, то есть те переживания, связанные с темой смерти, да, и тому подобное, то есть это тот момент, когда через грусть, как раз таки, через боль, приходит как раз таки та самая реализация, когда человек там, например, страдает в своих переживаниях или на фоне переживаний написать книгу, например, то же самое, развитие пойти, да, на фоне вот этого переживания писать картины, да, то есть то самое творчество, то есть поэтому еще раз говорю, скорпион это тот знак, кому в обычной нормальной жизни тяжело развиваться, то есть заточен дух настолько, что много сложности было прожито жизнями ранее, сейчас человек пришел на базе вот этого создать, построить свой такой мощный потенциал, да, будет ли он спасать, да, сделает из скорпионов получаются прекрасные врачи, прекрасные лекари, идеальные хирурги, то есть это тот знак зодиака, который может сделать полостную операцию и слезинку не проронив, например, рак так не может, не смотря на то, что рак это кардинальный знак, который решение принимает быстро и навсегда, да, то есть отрезал так отрезал, да, например, но не сможет он сделать операцию рак, потому что он будет плакать и переживать, да, не сможет телец этого сделать, но вот скорпион, скорпион как раз-таки прекрасные врачи, потому что спасательная профессия, да, потому что необходимо не включать вот эту сердобольность, а помогать человеку здесь и сейчас. Затрагивая сферы, не могу сказать, что скорпион это тот знак, который граничит между двух миров, да, то есть это тот знак, который может уйти и на темную сторону, и на светлую сторону, да, и вот скорпион это тот знак, который гуляет между, да, я бы так сказала, по берегу темного и светлого, да, так вот, дорогие, сейчас мы живем в то время, когда многие стали прям вот интересоваться магией, интересоваться магией с целью обогащения, с целью повернуть ситуацию в свое русло, и сразу я вам так скажу, истинная задача, истинная задача скорпиона, это как раз-таки помогать, даже если у него есть какие-то магические способности, даже если у него есть магические, ну, расположения, интуиция, да, то есть все располагает к тому, чтобы заниматься магией, я вам так сразу скажу, забегая вперед и видя очень много историй людей, которые сбились с пути и потом просто не могут из этих ситуаций выйти, это все не настолько смешно и весело и беззаботно, когда люди входят в магический там круг общения, да, в магические истории, здесь прекрасно понимаете и осознаваете, что если расплата не придет к вам, то расплата придет к детям, к роду и тому подобное, поэтому здесь, мои дорогие магические скорпионы, помните, что эта сила вам дана для того, чтобы помогать людям, забегая вперед, если мужчина ушел от одной женщины к другую, и вот она решила его вернуть с помощью магии, это не помощь той женщине, нет, мужчина сделал свой осознанный выбор, он принял на себя свое решение, и это его выбор, и он за этот выбор будет расплачиваться дальше, да, в своей жизни, совершив тольну, будет ему хорошо или будет ему нехорошо, да, это история этого мужчины, но если же женщина решила магически его обратно притянуть, так себе история, потому что ответственность за все это уже берет она, и расплачиваться будут ее дети, особенно дорогие мои женщины, девочки, очень много ситуаций знаю, слышала, втягиваетесь в эту историю, бегите оттуда тапками сверкай, не надо делать вот этого всего, потому что суть магических даже способностей, это помогать, сделать мир лучше, но ни в коем случае не для того, чтобы кого-то у кого-то привести, или заработать себе больше денег, ну нет же, да, все таланты, которые даны нам, они для того, чтобы помогать, да, для того, чтобы помогать людям, которым сложно, даже магические способности, они сделаны для того, чтобы те же самые магические способности с ними бороться, да, для того, чтобы помогать тем людям, кому вот это уже навредило, да, это как спорт придумали тем людям, кто засиделся на месте и ничего не делает, у которых уже очень много болячек внутренних органов образовалось, потому что они ведут сидячий образ жизни, поэтому и был придуман спорт, да, понимаете, одно для другого, поэтому, дорогие, осознавайте, да, скорпионии профессии, это профессии магического характера, те, которые работают не с физическим даже миром, а с миром потусторонним, да, все это, если вы, конечно, понимаете, что мир у нас не такой плоский, то да, но, мои дорогие, понимайте, что за все нужно нести ответственность, и если у вас эти способности есть, помогайте, делайте мир лучше, улучшайте его, если вы меня спросите, какая главная фраза скорпиона, это, конечно же, здесь и сейчас, да, потому что скорпион, в принципе, может находиться в разных мирах, это знак зодиака, которому снятся сны, эмоциональные сны, вещи и сны, это тот знак зодиака, у которого потрясающая и невероятная интуиция, да, здесь и сейчас это относится к его кредо по жизни, принимать решения здесь и сейчас, если рушить, то рушить, неважно, создадим заново, если строить, то прямо здесь и сейчас, если действовать здесь и сейчас, и это та самая фраза, которая руководит скорпионом всей его жизни, и если вы тот скорпион, который эту фразу не замечает, ребята, ребята, необходимо расти, необходимо расти для того, чтобы быть здесь и сейчас, в любовной сфере, конечно же, конечно же, будет прекрасно скорпионом с теми же раками, с теми же рыбами, но здесь будет такой очень эмоциональный союз, где энергия, эмоции будет перетекать от одного к другому, но вам будет зато максимально понятно, то есть человек будет вас максимально понимать, у вас будет такая сонастройка душ, гораздо плохо, когда этот союз, оба или кто-то один уходит в депрессию, и второй сваливается с ним, да, тогда получается оба в такой, уходят под воду, да, и сложно выбраться, как говорится, если кто-то один утопает, другой должен быть сильнее вытягивать, да, поэтому если же союз комплексный, например, с другим знаком зодиака, например, с огнем, это классно, потому что огонь дает как раз-таки тот внутренний огонь, ту энергию движения на суше, в других ситуациях, тот прям запал, но может быть слишком жарко, потому что, например, союз скорпион и овен для партнерских отношений это энергия супер вау, знаю даже девочек, которые мне говорили, я скорпиона, он овен, это просто жесть какая-то, или там я скорпиона, он стрелец, боже мой, что за петрушка со мной, да, говорили мне, ну, потому что стрелец это такой веселый знак зодиака, который постоянно надвижит, скорпион это, конечно, такая совершенно другая эмоция, которая медленно, но верно смотрит, присматривается, да, и скорпиону непонятны вот эти огненные энергии, да, со львом скорпиону более понятны, да, но не каждый лев сможет со скорпионом, потому что лев, он вот такой вот весь на показ, он весь вот такой открытый, скорпион же наоборот, он весь закрытый, он весь в себе, и раскрытие для скорпиона это такая дорога всей жизни, да, то есть всю жизнь скорпион развивается, растет и раскрывается, да, поэтому огненным знаком со скорпионом тоже будет сложновато, воздушным знаком, воздушным знаком будет хорошо, если же, если же, Это тот воздушный знак, который может остановиться. Но как мы знаем все воздушные знаки? Близнецы постоянно где-то пропадают, тусовки, вечеринки. То есть те знаки, которым нужно постоянно где-то быть. Скорпион же настолько не может менять ситуацию в плане того, что если он куда-то приехал, ему что-то основательное нужно делать. Близнецы же нет, они очень поверхностные в этом плане. Да, водолеи слишком замысловатые, слишком замысловатые для скорпиона. Но все же тоже сложный знак. Но у водолеев есть такая история, что они хотят, чтобы все вот у них как-то вот... Если человечество мне даст, то я человечеству дам. Это вот такой свободный в сочетании с анархией знак зодиака. Очень интересный. Может быть и продуктивный, в том числе, если найдет в себе вот такую внутреннюю силу. Поэтому здесь водолею со скорпионом сложноватенько. Непонятно, потому что Плутон, управитель, управитель скорпион, он такой очень мощный. Он такой как бы основательный. Он если бьет, то он бьет сильно. Уран же он, управитель водолея, он такой сегодня здесь, а завтра уже все может быть совершенно по-другому. И здесь, конечно же, здесь, конечно же, нужно быть готовым к постоянным обнулениям. Два очень мощных знака зодиака, да, водолей и скорпион, могут существовать вместе, но им будет не так понятно, как, например, другой воздушный знак весы. И будет очень классно и очень гармонично сочетаться со скорпионом. Почему? Потому что это два партнерских знака, весы партнерский знак. Весы, вот я бы так сказала, это такая обратная сторона скорпиона. Это такая лухари, как принято, да, так говорить. Это такая красивая картинка, способность есть у весов сотворить что-то красивое. У скорпионов тоже, то есть это такой большой разбег на творчество, да. Но скорпионы доходят к этому более через боль, страхи и переживания, а весы просто для того, чтобы создать что-то интересное, красивое, да. Поэтому здесь они творить в союзе, в браке могут. Весы и скорпион прекрасная комбинация для того, чтобы прожить долго вместе. Вернемся к земным знакам. Земные знаки тоже хорошо. С козерогом, конечно, будет немножко суховато. Козерог и скорпион очень мощный, потому что козерог самый мощный земной знак. И здесь, конечно, будет такая прям сильно мощная энергия, потому что требует большой требовательности и основательности от скорпиона, который скорпион не очень-то любит кому-то давать. Ну вот так, да. Скорпион сам себе директор. Но здесь с козерогом, конечно, придется немножко повоевать для того, чтобы укрепить свои позиции. С козерогом будет сложно, с тельцом будет хорошо. Скорпиону будет хорошо с тельцом, хоть они очень разные, да. Телец умеет расслабляться. Телец любит жить, вот прямо что все было расслаблено, да. Телец любит жить один. Ему вот так вот хорошо, да. При этом скорпион вот абсолютный наоборот, да. И поэтому, когда говорят, что тельц и скорпион встретились, типа противоположности встречаются. Ну, потому что эти знаки еще и в зодиаке находятся друг напротив друга. Да, у них есть точки соприкосновения. Но я вам так скажу, на самом-то деле, немногие тельц и скорпион выживают вместе и идут по жизни дальше. Потому что, на самом деле, это сложно. Противоположности встречаются и прекрасный конфетно-букетный период. Все хорошо, все классно. Но когда дело доходит до глобальных отношений, здесь тельц не согласен. Потому что тельц привык быть вот прям вот такой вот классный. Вот тельц какой конфетно-букетный, он вот такой вот и есть. И он не любит вот так напрягаться и не умеет, как скорпион. Если же у вас здесь все нормально и суперское взаимопонимание, то почему нет? Больше всего, но больше всего из земных знаков скорпиону, конечно же, подходят девы. Потому что этот знак девы, это пахари, девы, которые трудятся, девы, которые заземлены. И в случае, если скорпион со своими креативными идеями пойдет на дно и начнет тонуть, то есть девы, конечно же, спасут, вытянут прагматизмом, помогут финансово. Потому что девы знают, что в жизни надо трудиться, нужно пахать, нужно развиваться. В принципе, у скорпионов такая же философия по жизни. То есть без труда просто так ничего не приходит. Основной такой посыл скорпионов. Поэтому с девами скорпионов хорошо, если, конечно же, те девы, которые живут по своему солнышку. Поэтому, дорогие друзья, подытожу, если вы живете по своему знаку зодиака, если же вы осознаны в этом мире, и вы понимаете причины и наследственные связи, я вам так скажу, сколько я видела совместимости, хороших астрологических совместимости у людей, и немногие люди на самом деле смогли сохранить союз. Но при этом я видела совместимости не очень, да. И людям оставался совершенно один маленький шажочек для того, чтобы разрушить семью, где много детей, прекрасный уклад и всего, чего они достигли вместе за много лет жизни, да, там 15-20 лет. То здесь я вам скажу такое, что есть те люди, которые вот этот шажочек не наступают, которые не проходят, они останавливаются и понимают, что все, что много лет было пройдено, и весь тот совместный рост, который прошли, да, и здесь совместимость не очень, но люди стараются. Как известно всем, любой брак и любые отношения – это труд и работа, да. И только глупо говорить, что кому-то повезло, что у кого-то там есть, у соседа трава зеленее и тому подобное. Ребята всегда говорят, когда мы во что-то вкладываемся эмоционально и душевно, это начинает расти, да. И если понимать всю ту ответственность, которая есть у вас перед другим человеком, перед самим собой, то не важно, какого вы знака зодиака, важно как раз-таки, что вы готовы сделать для этих отношений и вашей совместной жизни. Насколько для вас это ценно и важно. Очень интересная и пикантная сфера, которую необходимо также сказать и упомянуть здесь скорпионов, это, конечно, все романтические, сексуальные, пикантные отношения, новости, истории, которые относятся и есть, да, потому что знак зодиака очень творческий, знак зодиака, у которого невероятное воображение, невероятные способности к изобретательству, к придумыванию чего-либо, к бизнесмену, да, эти люди, которым максимально необходима физическая разгрузка. Будь это разгрузка в сексе, будь это разгрузка как раз-таки спортивная, эмоциональная, физическая, физическая, неважно, да, но это тот знак зодиака, которым необходима как раз-таки те самые страстные, бурлящие эмоции, которые он активно в жизни продвигает. Знайте, что тот скорпион, у которого нет личной жизни, интимной жизни и интересной паре, этому скорпиону будет сложно реализовать максимально свой потенциал. Если же, дорогие родители, в вашей семье родился ребенок скорпион, то знайте, знайте, что это маленький хирург, что это тот, кто играет постоянно в войнушку, стрелялки, пулялки, да, вы скажете, мы, дети 80-х, мы все играли в войнушки. Конечно, конечно играли, потому что у нас с вами, людей, рожденных в 80-е, у нас с вами очень мощный, активный плутон, да, это управитель скорпиона, поэтому мы все вот такие заточены, очень мощно двигаться, передвигаться, постоянно жить в условиях разрушения, в меняющейся реальности, да. Вернемся к деткам скорпионам. Что здесь? Либо же, если это активный ребенок, который мощно выплескивает энергию, да, либо же есть другая история, это детки, которые копят обиды, точно так же, как и к взрослому скорпиону, да, то есть детки-скорпионы делятся на два таких лагеря, активно проявляющие свою эмоцию, свою агрессию, да, постоянно что-то придумывая, потому что это будущие бизнесмены. Естественно, мы все с вами знаем, что дети, которые ведут активный образ жизни, экспериментируют, постоянно что-то новое делают, внедряют. Это прекрасные предпринимательские способности, это бизнесмены, люди, которые строят потом будущее, деньги, зарабатывают, и у них все прекрасно по жизни, да. Это те самые троечники, которым не важна оценка, которым важен результат своих действий, да. Либо же другая грань скорпионок деток и, в принципе, также взрослых. Это те люди, которые копят обиды. Те дети, которые копят обиды, они плачут, они переживают постоянно, они молчливы, то есть они свои эмоции не проявляют, они живут внутри со своими эмоциями, то есть они делают какие-то выводы и остаются наедине со своими эмоциями. Поэтому, дорогие мои скорпионы, с какой вы относитесь, с какой грани вы относитесь, которые сверкают наружу или которые остаются в тени и внутри, да. Те, кто остаются в тени и внутри на базе этих эмоций, всегда, всегда развиваются не самые лучшие качества, и людям потом очень сложно, взрослым уже людям, которые выросли, да, с этих детских травм, переживаний, сложно подняться, сложно выбраться. Это как раз-таки те самые персонажи, люди, кто ходят годами к психологу, ничего не делают, боятся что-то сделать. Поэтому, дорогие родители, у кого в семье родился ребенок-скорпион, пожалуйста, дайте ему развиваться, раскройте его грань. Ну, хочет он драться, запишите его на Тайквондо, запишите его в какую-то секцию единоборств, для того, чтобы он там бил других людей, детей, потому что люди осознанно туда пришли для того, чтобы тренироваться, да. Это как раз-таки те самые люди, кто знают единоборство, да, кто на фоне вот этих своих эмоций становятся сильнее, да. Если у вас мальчики или девочек, отдайте их как раз-таки в эту секцию, чтобы они не просто так били детей. Они не могут еще разложить свои эмоции по полочкам и понять, что не так, да. Поэтому помогите своим деткам для того, чтобы им было хорошо. Сон, расслабление, питание и здоровье скорпион. Ну, здесь очень интересная история. То есть скорпион это тот знак зодиака, который максимально напряжен каждую минуту. Тот знак зодиака, который не умеет расслабляться. Тот знак зодиака, который интуитивно, постоянно находится в условиях борьбы, войны и тому подобное. И если же этот скорпион не воюет в жизни, да, то есть не преодолевает какие-то препятствия, да, можно в прямом смысле там, да, воевать, можно преодолевать препятствия, что-то делать, строить бизнес. Это все те же самые препятствия, да, для скорпиона такое, для того, чтобы заточить его характер, да, то плохо спит, классно спит скорпион, когда вот он сегодня выехал на морскую рыбалку, и там он нырял за этой рыбой, и там он просто упластался, и там вот он просто с этими ластами туда-сюда, то есть он просто без сил приехал, в прямом смысле физически, он этой рыбой море привез, да, на своем, не знаю, одном из любимых хобби, да, либо там он на сервинге сегодня спину прогибал, приехал весь в ссадинах, в болячках, но такой счастливый, и поверьте мне, будет классно спать. Скорпион, который физически не выматывается, будет плохо спать, он не сможет расслабиться, он будет вот эту физическую силу оставлять дома, в отношениях, он будет всех нагнетать, он будет над всеми издеваться, он будет издеваться над собой, он сам себя съест, всех остальных съест, просто потому что физической силы и мощи настолько много, и он ее никуда не расходует, и ему с этим надо как-то жить. Поэтому и происходят вот такие истории. Болячки со скорпионами, естественно, случаются самые злые. Это от мощной онкологии, это какие-то болячки, которые необходимо постоянно оперировать. То есть, те болячки в запущенных стадиях, когда человек не понимает, не понимает, что необходимо вот в жизни вот таким вот активно, постоянным быть, и врачи говорят, ну, окей, на операцию. Потому что в момент операции как раз-таки внутри в клетках происходит вот та самая борьба, которую скорпиону необходимо по жизни происходить. Но почему-то многие скорпиончики не очень хотят жить вот такой активной, интересной жизнью, потому что не обязательно же быть вредным скорпионом, который портит жизнь вокруг, да, всем. Нет, можно быть классным и потрясающим скорпионом, и я, и вы, и мы все, мы знаем очень много скорпионов, которые по жизни своей, они, ну, классные, они интересны. Это звезды, которые вживаются в одну роль, в другую. Например, Райан Рейнольдс. У него очень много планет в скорпионе, шесть планет я смотрел у него в скорпионе. И он на этом построил свой бизнес, дело жизни. То есть, он актер, который играет вот в таких мощных, интересных, каждый раз в странных боевиках, и эти боевики каждый раз все кровожаднее и кровожаднее. Но вот так человек вживается в роли, у него все классно, да. То есть, он проигрывает всю свою бурю эмоций на сцене, да. Поэтому, дорогие мои скорпионы, если вы не проживаете бурю эмоций, а эмоций у вас много, не надо говорить мне, а вот я спокойный скорпион, и я вот такой классный и прекрасный. На консультации, открывая вашу натальную карту, я всех вижу. Какой вы на самом деле скорпион? Тихий, спокойный, созидательный или разрушающий скорпион, да. А глядя еще ваш прогнозик по вашим событиям в жизни, понимаю, в какие моменты жизни вы все крушите и разрушаете, а в какой момент жизни у вас все приходит замечательно. Поэтому, мои дорогие, не врите сами себе, живите той самой интересной жизнью, которой вы хотите жить, да. И будет вам счастье. Манеры, вы мне скажете, у скорпионов так себе, да, потому что среднечковый такой скорпион, это тот, который не помогает, а кусает, да. То есть, если в случае каких-то проблем манера у него так себе, хамовато проявляется, или как скажет, так скажет, или как глянет, так глянет, что сразу хочется провалиться, скажете. У меня на самом деле, да, потому что у скорпионов такая мощная сила, особенно те у скорпионов, если в вашей скорпионе солнце находится на асценденте, либо же Плутон, ваш управитель, находится на асценденте, это те люди, у которых такой мощный взгляд, которые посмотрят, думают, аж так непонятно, что происходит, да. То есть, я тот знак, который не скорпион, я такая думаю, так, что происходит, так, возможно, это скорпиония. И спрашивают, да, на самом деле, либо Плутон, либо скорпиония солнца находится на асценденте, от этого и взгляд такой, да. И нет ничего от этого страшного, просто это те люди, которые замечают мелкие, различные недочеты, очень требовательный знак, да, который в своем, как говорится, глазу сориночку-то видят, да, но и других не упускают, да. Поэтому основная такая еще эмоция скорпиона, от которой зависят его манеры, да. То есть, если вы думаете, что скорпион докапывается до вас, нет, дорогие друзья, знайте, что до себя он докапывается в 10 раз больше. Вот такой же знак зодиака. Он себя уже просто, уже устал себя уже мучить, он уже начинает докапываться до других, да. Поэтому, дорогие мои скорпионы, понимаю, сложно переварить, пережить всю бурю эмоций, которые живет в вас, но это ваша прямая кармическая задача, да. Точно так же, как и заработать денег, точно так же, как и построить свою любовную финансовую сферу, да. То есть, рассказала много про карьеру, про деньги, рассказала про любовь, а про кармические задачи, да. Про кармические задачи, это, конечно же, история со звездочкой, да. Основные кармические задачи скорпиона, это не просто заработать денег, но еще и построить отношения. Да, вот не получится скорпиону вот так заработать много денег без партнерских отношений, потому что скорпион это партнерский знак, который сейчас скажет, ну все, ну все к одному, никак не обмануть систему, никак не обмануть систему. На фоне эмоциональных переживаний, скорпион строит свои отношения, в отношениях растет, проживает бурю эмоций, растет дальше, и строит на этом фоне бизнес, Зарабатывает деньги, очень много денег, и опять это конвертирует, вкладывает, инвестирует в семью на фоне этих эмоций, травм и переживаний, которые заложены в детстве родительско-детскими отношениями, на фоне его родительских отношений в его семье. И это вот такая энергия, которую постоянно культивирует. Почему Скорпион тот знак, у которого очень много, очень много кармических, я бы так сказала, задач, обид, проработок и тому угодно. Сейчас очень многие люди в эту сферу пошли и подытожили вот это все. Скорпион это тот знак, которому необходимо за всю свою жизнь разгрести очень много, не просто своих проблем, проблем, которые были до него, в его семье, в родителях, бабушке, дедушке. То есть те задачи, которые семья не доделала, Скорпиону нужно делать. Вот на его плечи ложится такая история. То есть это все Скорпионы, это все эти люди, у кого солнышко находится в восьмом доме. Необходимо вот так вот интересно жить. Это мощные такие задачи, это большая ответственность, это много сил. Но, дорогие мои родные, вы родились именно с таким грузом, именно с такой ношей, и вам она 100% по плечу. Потому что ничего не бывает просто так. Мы все знаем, для чего это случается. Все задачи нам даются такие, которые мы сможем реализовать. Здесь главное не спасать и не смолодушничать. И не сказать, что я этого не достойна или не достойна. Достойны, мои дорогие. Итак, рекомендации для Скорпионов. Или как сделать так для того, чтобы ваш знак зодиака больше проявлялся. Чтобы вы черпали больше энергии для существования, для жизни, для работы, для карьеры, для любовных отношений и тому подобное. Для того, чтобы все сферы вашей жизни играли ярко. Ну, конечно же, из самого такого простого мощи энергии, чтобы выплеснуть всю свою гору энергии, необходимо. Потому что основной базой Скорпионов это свои эмоции выплескивать наружу. То есть здесь самое первое, конечно же, и безопасное, и активное, это спорт. Это спорт физически, эмоционально, где вы можете, я уже говорила, не переживать за других. То есть это серфинг, это дайвинг, это рыбалка, это что-то глобально грандиозное. Это когда вот водные лыжи, когда вы на скорости просто прокачиваете свое тело, вам страшно, но вы что-то делаете. Если из безводного проявить эмоции мощно, сходить на какой-нибудь концерт, рок-концерт, послушать тяжелую музыку, ударить на барабанах, то есть на самом деле дискотеки, вечеринки. Для того, чтобы энергия из вас выходила, вы чувствовали вот это счастье, радость, кучу эмоций, переживаний, выхлоп вот этой как раз-таки энергии. Это прекрасно для скорпионов. Многие советуют со скорпионами именно болью, то есть там сделать татуировку. Но я вам так скажу, да, много скорпионов, которые насаживают в себя просто множество этих татуировок. И это идет все от того, что скорпион просто начинает уходить в себя, и эти эмоции не выпускает. И так, совершая себе вот эти болевые ощущения, насаживая себе татуировки, и получается, что боль вроде как пройдена, этап пройден, но вот живет человек дальше без выплеснутых своих вот этих эмоций. Он их не проживает, да. Конечно же, встречаться с друзьями, с подругами, постоянно обговаривать свои эмоции. Кто-то же ходит к психологу хорошо, но здесь необходимо как раз-таки бурное проживание своих эмоций, и потом необходимо действие. Потому что бесконечно ходить к психологу и просто, ну там чего-то там рассказывать, и потом просто там ничего не совершать в своей жизни. То есть необходимы постоянные действия, да, для того, чтобы жизнь шла дальше. То есть идти туда, куда страшно, да. То есть если вы разбираете с психологом какую-то сферу отношений, то потом необходимо как раз-таки вступать в другие отношения, необходимо как раз-таки жить, в этих отношениях расти, не бояться говорить о том, что важно для вас, да. Не бояться прислушиваться к партнеру, потому что для многих скорпионов это, когда ты помогаешь где-то партнеру, да, для них это что, с ребенком что ли вожусь, да. Ну скорпионы просто такие, очень осознанный знак зодиаков, когда доходят до определенного уровня своего развития, да. Но либо же бесконечные вот эти походы к психологу, они не приводят к тем самым результатам, которые, ну которые даются скорпиону, да. Скорпионы, конечно же, и творчество. Здесь и фотография, здесь различные картины писать, здесь, конечно же, эмоционировать, здесь, конечно же, писать музыку. Любое творчество, дорогие скорпионы, все зависит от потенциала вашей натальной карты, где вы раскрываете сильнее. Здесь, конечно же, рекомендации для всех скорпионов, с водным же вы уклоном, да, либо вы с земным, либо вы наоборот воздушные, да, скорпионы, я так хочу сказать, либо же вы огненные, да. Здесь обязательно, что душе угодно, раскрывать максимально свой творческий потенциал, то есть, либо же у вас в натальной карте указание, что вы можете раскрыться в творчестве. А это творчество, например, балет, да, где будет очень больно раскрываться, да, где необходимо приложить не просто внутреннюю силу прохождения вот этой как раз-таки боли, но еще и терпеть физическую боль, да. И у вас прямые указания на то, чтобы стать прямой балериной, то, конечно же, конечно же, это все необходимо смотреть индивидуально. Любое творчество, от танцев, балета, от писания картин, музыкального искусства, да, даже творчество ораторского искусства, журналистика, тоже можно все отнести сюда. Это необходимо раскрывать, постоянно говорить и помогать людям на всех условиях, ну, на всех уровнях своей жизни, да. Вот у меня, например, очень классно я раскрываюсь в творчестве, именно в таком ярком, интересном, да. У меня Плутон расположен в пятом доме натальной карте. Я, когда вот детей вот помогаю, спасаю, я вот их вот просто вот люблю, и мне все, даже вот обычный ребенок проходит, да, может просто меня обнять и побежать дальше. Просто незнакомый совершенно ребенок, я тоже на площадке подойду, помогу, обниму, там шнурочки завяжу, и ребенок побежит дальше. То есть вот у каждого оно свое, все зависит от того, где находится ваше Скорпионе Солнце, либо где находится управитель вашего Солнца Плутон, да. И в зависимости от этого необходимо действовать, но обязательно необходимо раскрытие творческого потенциала у Скорпиона. Обязательно необходимо помогать. Помогаете ли вы финансово, помогаете ли вы душевно, помогаете ли вы какими-то действиями, помочь кому-то. Даже помочь просто бабушке перейти дорогу, да, наверное, вы расскажете мне ни одну историю, ни один десяток историй, когда вы, Скорпионы, постоянно необходимо помогать, да. Постоянно случаются какие-то ситуации, когда не можете пройти мимо, не помочь, да. Это нормально. То есть для Скорпиона важно помогать. И Скорпион тот знак Зодиака, естественно, который ценит жизнь выше, чем другие знаки Зодиака. Многие даже о цене жизни не задумываются. Скорпион как раз-таки классный, мощный Скорпион ценит жизнь. Вот все остальное может разрушиться. Он знает, что он начнет сначала, не переживая, глазом не дернув, да. Но ценность жизни вернуть, ну, никак невозможно вернуть жизнь. Никак невозможно вернуть жизнь. И Скорпион вот это понимает. Поэтому помогайте, помогайте, как можете, дорогие Скорпионы, действиями, силой, эмоционально, неважно. И обязательно, обязательно, мои дорогие, любимые Скорпионы, прокачивайте свою интуицию. Слушайте себя. Даже когда весь мир, весь мир говорит обратное, слушайте себя. Причувствуйте те события. Развивайтесь. Потому что у Скорпиона очень сильная интуиция, ее необходимо прорабатывать, как это сейчас модно говорит, да. Ее необходимо развивать. Развивайте. Она пригодится и в партнерстве, она пригодится и в деньгозарабатывании, и в здоровье. Она просто в любой поездке, путешествии будет просто необходима вам ваша интуиция. Поэтому совладайте со своей интуицией. Это то самое необходимое, что вам нужно. Еще раз подчеркну. Очень важен спорт, потому что спорт это и есть движение. У Скорпиона очень велика вероятность засидеться на одном месте и в своих переживаниях, обидах начать набирать лишний вес. Поэтому, дорогие Скорпионы, приучите себя к режиму дня и к спорту. Не важно, какой это будет спорт. Конечно же, не шахматы. Шахматы тоже хорошо. Скорпионы без шахмат понимают всю рокировку в жизни. Но здесь необходимо физически, физически постоянно быть подкован. И этот спорт сильный, мощный, выносливый. Спорт на выносливость. Тот самый, который даст Скорпиону ту самую силу. Другая сторона Скорпионево спорта, это как раз таки растяжка, пилатес, йога. Они связаны с единоборствами, то есть все тайчи различные, йога, которые требуются выносливости и терпению. То есть те качества, которые необходимо Скорпиону прорабатывать. Конечно, терпения у Скорпиона очень много. Но здесь еще необходимо выработать, я бы так сказала, дыхание. Здесь необходимо выработать то самое понимание, когда включится, включится в действие. Потому что Скорпион может одним движением своего даже взгляда разрушить все. Поэтому здесь необходимо понимать, какую силу ты имеешь для того, чтобы эту силу применить. Поэтому здесь все единоборства, йога, пилатесы, растяжки, конечно же, для расслабления, плавания, водные виды спорта, мощные виды спорта, для того, чтобы прокачивать выносливость. Здесь, я бы так сказала, замечательная компа физической и духовной, эмоциональной выносливости. И тогда у Скорпиона все сложится очень хорошо. Конечно же, дорогие друзья, все мы разные. Да, и Скорпион, он каждый отличается от другого, и это нормально. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте его здесь под видео, я вам отвечу, посмотрю. Но обязательно, обязательно оставляйте дату, время и место вашего рождения. Именно по времени вашего рождения и по месту. Я как раз таки скажу вам, что у вас больше. Больше у вас Скорпиона, воздушного, морского, да, или же огненного. Здесь как раз таки та история, когда мне необходимо знать ваше время. Конечно, желательно с точностью до минуты, но обычно это я на своих консультациях высчитываю. Поэтому здесь еще я многого не прошу для более точного ответа вам. Поэтому, мои дорогие, не стесняйтесь, задавайте вопросы, а я на них обязательно отвечу. Итак, дорогие мои, подытожу. Нет плохих Скорпионов. Есть Скорпион, который не раскрыл свой потенциал. Потому что раскрытый Скорпион, это тот человек, с которым интересно. С которым можно провести душевный вечер. С которым можно отправиться в самую страшную заварушку. На увлекательную морскую рыбалку. Или же пойти в горы и поплавать в морском озере, там, голышом, я не знаю, да. Это тот знак Зодиака, который очень мощный, интересный. В котором есть неверочайшая глубина эмоций. Невероятный потенциал принятия скоростных решений, действий. Тот человек, с которым вы точно не пропадете. Тот человек, с которым вы можете идти в долгу. Это тот человек, который вас не кинет, когда будет все плохо. Не кинет это так вот прям по-простецки, чтобы было прям вот реально понятно. Потому что когда мир будет рушиться, это тот человек, который подаст вам руку и спасет. Даже если он вас даже ненавидит, он просто понимает, что это жизнь и ее необходимо спасти. Знак Зодиака, который ценит жизнь больше, чем другие знаки Зодиака. Цените, любите себя и всех скорпионов, которые вы только знаете. Спасибо, дорогие, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что было полезно. И увидимся с вами в следующих роликах.